приветствую всех на нашем канале сегодня мы будем с вами сажать эустому приходит время когда мы уже должны все это проделать сегодня у меня будет два новых совершенно неожиданных способов это посадка в банку сегодня идет очень много споров о том что стоит сажать не стоит сажать банку стоит ли посадить ее обычным способом мы с вами проверим все-таки какой способ более эффективный в одну банку я посажу обычным способом но смысле как обычным необычным но обычные для этой банки а вот в эту банку я посажу еще более провокационный способ это посадка заливка кипятком ну и посмотрим что кто же из нас из этих банок будет самый первый по всходам приступим что вы должны сделать первое на дно банки вы должны насыпать вермакулит слой вермакулит должен составлять где-то два-три сантиметра он служит у нас как гидроизоляция будет забирать на себя лишнюю влагу так рассыпем чтобы был одинаковым можно чуть меньше можно чуть больше особо так не сгоняйте с линейкой не меряйте там что было два сантиметра ну вот так вот это достаточно сверху мы сыпем грунт грунт должен быть качественной влажной ссылку в комментариях я дам ролик у нас есть очень хороший подробный грунтах обзор грунтов так насыпаем земли смотрите чтобы не было комочков и других влечений приминаем грунт так как семена у эустомы очень мелкие такие же как у питуньи такие же как у лобели так все мы их прижали вот здесь у меня разведен вот такой пин две капли на пол литра мы одну банку с вами увлажняем очень хорошо причем в 10 смотрим насколько проходит вода это очень удобно вот кстати прозрачных банках сразу видно насколько пропитался грунт вода здесь должна быть комнатной температуры вот он уже начинает пропитываться лейте не жалейте воды вот видите уже как пропитывается грунт ну как он пропитает сантиметра на два уже можно будет сажать в банке чем хороший способ во-первых экономия места раз создается определенный микроклимат влажности микроклимат температуры то есть стоит в одном месте бывает так что мы когда сажаем в отдельные емкости с одной стороны более прохладно с другой более жарко то есть если большая емкость то здесь все в одной куче одна температура и одна влажность воздуха и что самое интересное что семена прорастает здесь просто мгновенно мгновенно я вам покажу результат я вам покажу обязательно я беру вот такое стом высота и 15 сантиметров это бордюрка называется она русалочка белая чисто белый компактный кустик который первый план высаживается то есть бордюрка вот что мне нравится таких семенах посмотрите они как упакованы вот в такую баночку есть семена которые просто в россыпь это неудобно здесь вот все видно показывая земля промочила грунт видите и мы начинаем высыпать скажу так семян здесь немного и всего пять штук и все они на вес золото берем семена и вот так по поверхности их разбрасываем прям вот присаливаем если вдруг нечаянно получилось что все в одну кучу не переживайте можете подвинуть их зубочисткой карандашиком можно вот так вот слегка их постучать чтобы они больше уплотнились еще их разбрызгиваем сверху закрываем обычной крышкой и ставим в теплое светлое место свет эти семена прорастает на свету вы знаете да вот сюда смотрите какой еще интересный способ можно вот так прикрепить резинку и название сорта название сорта очень удобно вы не потеряете и все будет сразу ясно когда они взойдут если вас большое количество посадок все одна банка готова вторая банка как я уже сказал с сухим грунтом сейчас будет способ посадки и заливки кипятком сейчас о нем очень много говорят много спорят мы с вами проверим настолько же он действительно хорош насколько о нем говорят сажаю я вот такой устом высота и и 70 сантиметров называется пикотти розовая это красивый очень сорт у него еще по краю такое обрамление необыкновенные высокий производитель все вот эти семена это производитель гавриш семян мало 5 штук как и в том случае предыдущим точно так же я их разбрасываю по грунту сверху если они попали в одну кучу не переживайте можно вот так вот раздвинуть и заливаем кипятком все сразу же кипяток прошел ведь как сразу ушел затянув с собой семена закрываем крышкой и ставим тоже в теплое место светлые сорт я тоже так же на резиночку прикрепляем можно даже вот сюда на и сверху если вам так удобно чтобы не затенять банку все готово теперь будем ждать с вами результатов и посмотрим какой способ самый эффективный так что оставайтесь с нами и следите за результатами всем пока субтитры сделал DimaTorzok